Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиосурцы. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас в студии Борис Фольков, как мы уже анонсировали, сугестолог. И мы, естественно, поговорим, может быть, какое-то продолжение темы. Довольно давно вы у нас не были. Пандемия, естественно, внесла свои коррективы. Она внесла свои коррективы и, как это повежливо сказать, в употреблении алкоголя. И у меня даже в каком-то моменте создалось ощущение, что власти, если и не говорят о том, что все пейте. Но вот это так негласно поощряет, потому что я не помню, может быть, мы с вами эту тему уже коснулись в разгар пандемии, когда еще была Дельта и до Дельты. Когда в какой-то момент закрылось все, ну, кроме продуктовых магазинов, и нельзя было даже купить, как кто-то смеялся, носки и перчатки зимой, и шарф, и шапку. Но алкоголь вот на одном пятачке в Риге, в Пардалгове, я насчитал шесть алкогольных магазинов. Шесть. Вот просто буквально вот ты выходишь, из алклета заходишь продуктовый, там тоже наливают. Из продуктового ты заходишь в следующий алклет. И, в общем, при этом никаких ограничений не было. И создавалось такое ощущение, что говорят, зачем вам перчатки, зачем вам шапки. Вы, главное, пейте. Пейте и будете счастливы. Добрый день. Может быть, это просто неумышленно такая политика? Да, добрый день всем. Конечно, в тот период времени он остался с открытыми вопросами, на которые ответов нет до сих пор. И, конечно, да, та форма ограничений, которая была, где сначала алкоголь запретили, потом его разрешили. Никто до сих пор не понимает, по какой причине, за исключением лоббирования, видимо, чьих-то конкретных интересов. В отношении сегодняшней ситуации, да, Латвия стала пить немножко больше, чем в прошлом году. Да, вот это даже опрос показал. Но я всегда, когда заходит вопрос о том, хорошо ли, что мы пьем на литр больше, хорошо ли, что мы пьем на литр меньше. Честно, это ни о чем вообще диалог. Конечно, мы можем сказать, что с начала 90-х мы стали пить плюс-минус на 50% меньше, ну, там приблизительно, да, доходило до 20 с лишним литров на душу населения. Сегодня, скажем, около 13 литров. Конечно, разница очень большая, но вспоминаю работу норвежских коллег, которые по-серьезному взялись за начало борьбы с алкоголизмом, где они были в пятерке лидеров и не раз становились лидерами в мире. И сейчас, если взять статистику за 21-й год, не за 20-й, прошу прощения, за 21-й еще я не видел. Еще нету, да. Да. Они на 80-м месте. То есть, ну, по-настоящему они снизились очень серьезно в рамках употребления. Уже много раз говорил, не такие сложные ограничения они ввели, убрали полностью высоко спиртсодержащий алкоголь из магазинов. Там осталось 3,2 или какие-то подобные цифры. Есть специализированные магазины, которые находятся не в центре скопления людей, то есть это почти за границей города. И да, алкоголь перестал быть доступен на расстоянии вытянутой руки. В Норвегии, что важно подчеркнуть. Да, да, именно так, конечно. Ну, сейчас в Скандинавии вообще, то есть это не только Норвегия, но просто норвежцы, как страна очень богатая, с малым количеством населения, то есть там 5 с небольшим миллионов человек, и они в середине 90-х поняли, что если идут таким путем, то, в общем-то, это конец нации, это конец государства, это генетическая деградация, и, в общем-то, хорошего от этого ничего ждать в рамках развития невозможно. При огромном финансовом профиците бюджета, то есть это очень богатая страна, но на сегодняшний день я, наверное, сказал бы так. Основная проблема не в том, сколько люди пьют, а основная проблема в том, что общество понимает, что это нормально. То есть и относится к употреблению алкоголя только сквозь призму патологий, которые развиваются на основании употребления. Вот мы еще об этом чуть попозже поговорим, но есть вот, я думаю, что вы помните, что в разгар вот этой пандемии еще даже до Дельты был британский вот этот штамм, и, естественно, вот правительство обсуждало разные там ограничения, там ограничили время, там, не знаю, в кафе, видимо, предполагая, что после 21 вирус обязательно нападает, а до 21 нет, 21 нападает, да? Такая логика интересная преобладает. И вот когда один из политиков правящих заикнулся, что, слушайте, а почему мы как бы все ограничиваем, ну вот пить можно сколько угодно, да? Ему сказали, ну вы что, на святое покусились? Так уже народ с трудом выдерживает все эти локдауны, ограничения. Вот не нужно, так сказать, алкоголь, это вот как раз то, что последнее. Вообще это очень опасно трогать. Может быть, это действительно такая уже философия политиков из поколения в поколение, так можно сказать, от сейма с сейму, где говорят, ну вот, вот пускай пьют, вот это они не могут делать, вот это они не могут, а вот пить могут. Что это воспринимается как практически мультивитамины, я извиняюсь, да? Да, наверное, стоит углубиться в понимание, почему вообще люди пьют. То есть, в чем была идея, какое понятие культурализации и является ли это пережиток чего. То есть, да, на территории бывшей России, скажем, алкоголь в таком массовом распространении, конечно, это был Петр Первый. Да, он привез после своего этого великого посольства, да, когда он там ездил по Европе полтора, что ли, года, я не помню точно. Да, примерно так. Саморозов-то не было, поездки были длительные, да. И он решил вот модернизировать Россию, новые традиции, новые устои и вот алкоголь в том числе. Он же сам и начал бороться через время. Поняв, что это плохо, вешал пудовую гирю, заковывал людей. И полностью добороться он не успел, то есть, он не пришел к полному пониманию того, что он натворил, думал, что какими-то минимальными средствами можно это остановить. Ушел быстро из жизни и поэтому дальше сама проблема осталась внутри России. Но, опять же, если мы берем Россию в этом аспекте как некой традиционной модели, которую мы переняли, то в 2014 году был сухой закон, который продлился 10 лет на территории России. Если мы берем Латвию, то Латвия, в общем-то, была почти не пьющая территория. Когда мы получили независимость в 2018 году, то бутылка водки – это была приблизительно треть зарплаты. То есть, фактически, какой алкоголизм. В Латвии в основном пили пиво. Пиво невозможно наварить на год, оно там 2-3 дня. То есть, в принципе, на территории Латвии преобладал трезвый образ жизни, и это была константа. Да. Далее мы говорим о том, что в 2024 году в России монополизация алкогольных напитков и так далее. В Латвии алкоголь, наверное, пришел в более активном масштабе после окончания Второй мировой войны. То есть, с 1945 года началось активное спаивание латышей, латвийцев. Ну, как уж корректно к этому можно подойти. И спаивание оказалось успешным. А в 1993 году мы поставили рекорд 20 литров на душу населения. То есть, достаточно было 50 лет для того, чтобы перейти к этому. И, конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, то употрение алкоголя – это пережитки советской эпохи. И надо называть вещи своими именами. То есть, мы берем культуру спаивания населения, которую не запретил Сталин, хотя он знал, у него были доклады о том, что делает трение алкоголя и каковы убытки. Они сумасшедшие. Для народного хозяйства. Да, для государства. То есть, мы говорим именно о государстве. И сегодняшняя позиция, к сожалению, она исходит именно из того, что основная беда должна ложиться персонализированно. То есть, рассматривают проблему алкоголизма как персональную проблему. Ты сам хочешь, сам вступайся. Верно. А это кардинально не так. И когда, если говорить по-серьезному, рассматриваем вопрос, насколько человек виноват, если он заболел алкогольной зависимостью, то по-настоящему, если брать систему развития нашего общества, то нету персональной ответственности человека, если он заболел. Если он не лечится и ничего с этим не делает, то да, конечно, это его персональная ответственность. Согласен. Но то, что касается сегодняшней модели, когда государство продает алкоголь, когда разрешает, когда разрешает рекламу, когда есть подмена понятий, и для меня это, в общем-то, верх цинизма, когда на рекламах пишут, чрезмерное употрение алкоголя вредят вашему здоровью. Ну, о чем это? Чрезмерное, здесь ключевое слово, да? Нет, ну, вообще, это подмена понятий. И чрезмерное употребление булочек с маком вредят вашему здоровью. Алкоголь – это тяжелейшие яды, альцильдегиды. Есть смертельная доза, о которой люди не знают. То есть человек не знает, сколько нужно выпить, где опасность для его жизни. Когда уже это переходит. Да, это совершенно непонятно. И, в общем-то, опять же, мы можем констатировать, что там справочник пищевой промышленности 1772 года, там совершенно четко написано и поставлена точка в этом вопросе, что алкоголь – высокотоксичный продукт, поражающий центральную нервную систему, ведущий к пролечу сердца. Ну, это в сокращенном варианте, чтобы там, да. Ну, вот, с другой стороны, есть такая позиция, я понимаю, что ее сейчас могут отстаивать производители алкоголя. И, понятно, да, это их бизнес, да, извиняюсь, что прерываю, но все-таки так, чтобы… И есть такая позиция, где говорят, что, да, не снимая ответственность государства. Тем не менее, ну, есть… Мы живем, ну, в свободном обществе, да, и живем в обществе, где есть, ну, доступность всего. Ну, хорошо, ладно, у нас, слабо богу, наркотики еще не продаются. Но остальное все как бы в наличии, да, и в конце концов тогда нужно запретить, как кто-то говорит, может быть, я утрирую, продавать, не знаю, там, ножи, да, уже про охотничьи не говорим, потому что могут желающими воспользоваться и друг другу там порезать, да. То есть, в конце концов, наличие вот в магазинах алкоголя совсем не значит, что нужно все хватать и нужно сбиваться. Абик, это одна из самых тяжелейших спекуляций, таких манипулятивных спекуляций, которые сегодня есть в обществе. Дело в том, что не продаются наркотики по какой причине? Они не продаются потому, что они достаточно тяжело влияют на организм человека. То есть, это биологическая составляющая. Мы живем в реальности той биологии и физиологии, которую мы имеем. Алкоголь, я боюсь сейчас ошибиться с точно с годом, но с начала-середины 80-х официально в медицине считается наркотическим средством. То есть, здесь нет иллюзии. Это не вопрос, что... Это не часть питания, да? Это не пищевой продукт. Любой пищевой химик скажет, что в алкоголе отсутствует пищевая ценность. Там есть калорийность пищевой ценности? Нет. За исключением живого пива, в котором там есть какой-то небольшой процент. То есть, на сегодняшний день, да, это подмена понятий. Да, с этим мирятся. Да, считают, что можно еще какое-то время не замечать эту реальность и всю ответственность класть на человека. Но с точки зрения науки, к сожалению, это факт. То есть, это наркотик достаточно тяжелый и по своему воздействию на человеческий мозг, ну, здесь нет никаких альтернатив. Вот интересно, мы успели буквально несколько словом переброситься перед началом эфира. Мы говорили как бы о другой теме. Это отдаленные последствия ковида для здоровья. То есть, человек вроде кажется, что он выздоровел, мы сейчас о тяжелых случаях не говорим. Вроде бы все в порядке относительно, да, но есть отдаленные последствия, потому что ковид, ну, нет таких систем в организме человека, по которому он не бьет, как уже установлено. Там, начиная, там, не знаю, почки, печень, нервная система, заканчивая головным мозгом и так далее, да. Так вот, я думаю, что еще ученые это будут изучать, но мне кажется, что еще ученые будут изучать отдаленные последствия, если так можно сказать, домоседства, вот если переводить на русский язык или карантин, называется как хотите. Потому что люди, как сейчас уже установлено, в замкнутом пространстве. А у нас все-таки большинство населения в Латвии, я думаю, что большинство страны Восточной Европы не живут в индивидуальных домах. То есть они живут в этих клеточках двух-трехкомнатной квартиры, где самоизоляция, ну, практически невозможна, ну, не знаю, куда там изолироваться, в туалет, что ли. И люди, находясь в замкнутом пространстве, какие побочные действия, вот мы можем их понять. Это разводы, потому что конфликты в семье из-за того, что люди в замкнутом пространстве длительное время. Второе, это вот кто-то становится полностью игроманом, уже из компьютера не вылезает. И алкоголизм, как еще, ну, скажем так, побочные действия. Вот я думаю, вы с этим согласны. Конечно. Да. Конечно, это так. И если разворачивать эту тему, то написано немало трудов о поведении человека в исключительных условиях. То есть, конечно, и понятно, что для полноценного психического процесса необходимо переключение. То есть, с одной деятельностью на другую. Я уж не говорю про проживание счастливой жизни, то есть, где человек исследует более глубоко себя и внешний мир. При ограничениях, даже если это ограничения являются благоприятными, то есть, если ему снабжать, ну, конкретному человеку, да, снабжать все необходимые там условия, но ограничения все равно остаются, он ощущает себя дискомфортно. То есть, ну, совершенно начало. Ну, и снимает этот стресс как только может. Да, дальше варианты могут быть совершенно любые. Что касается, вот, тем не менее, возвращаясь к этой теме, вот в таком разрезе, что касается алкоголя, вот, на самом деле, что сейчас может сделать, ну, будем объективными, да, я понимаю, что вы скажете, надо пойти по пути, ну, не знаю, Скандинавии, ограничить, ограничить, ограничить. Но, вот, если мы исходим из такой, ну, не знаю, теории реальности, понимая политическую ситуацию в стране, да, вот, что может государство, латвийское, мы сейчас про Скандинавию не говорим, бы себе позволить, ну, относительно безболезненно, если так, здесь такое слово употребимо, и с политической точки зрения, и с экономической точки зрения, да, и с точки зрения, я не знаю, реальности. — Абик, я вот считаю, что вопрос употребления алкоголя, оно не является вопросом политической составляющей. Это здоровье людей, какая здесь политика, это жизнь людей, это жизнь нации вообще как таковой, это возможность сохранения государственности в дальнейшем, потому что деградация, если происходит таким же процессом, то можно посмотреть, что происходит в Латгалии, именно не с точки зрения того, что там, ну, у людей не считая бедность, я не об этом, я с точки зрения того, что на улицах трезвых мужчин, к сожалению, встретить достаточно сложно, мне рассказывают люди, которые приезжают из Латгалии, что там происходит, и это кошмар. — И в таком состоянии уже государство не является полноценным при большей части населения, находящейся в неадекватности. Генетическая составляющая, она точно так же страдает, как растут дети, с какими идеями не растут, с какой культурологической составляющей. То есть это потеря идентичности вообще культурологической составляющей. Поэтому я считаю, что это вопрос, не относящийся к политике, это вопрос, относящийся к здоровью ООН вне каких-то политических спекуляций. И да, на сегодняшний день в Латвии меньше двух миллионов человек. При тех законах и при тех устоях, которые есть, мы идем к очень плохому, не признавая очевидные вещи. Если мы ничего не меняем, то это не проблема культуры, а это проблема выживания. Просто вопрос времени. Что произойдет с сознанием? Как будет происходить развитие? Где происходит тот перелом, когда людям уже ничего не надо, и они ничего не хотят? Социальный уровень активности, вопрос экономической активности, проживания каких-то благ. Нужно ли вообще человеку к чему-либо стремиться, когда он выпил какое-то количество алкоголя и уже ощущает себя комфортно? То есть это деградация такая тотальная, которая будет выражаться и в экономике. Если мы сегодня говорим, что долги Латвии фантастически растут, то есть мы сейчас добираемся уже приблизительно до 50% к ВВП долга. В этом году 51% будет. Ну вот. На землю, минимум. То вопрос, какова должна быть социальная и экономическая активность у людей, чтобы выдерживать хотя бы какой-то баланс в этом аспекте. При употреблении алкоголя, ну, все будет не так. То есть человек будет идти по наименее активному процессу. Вот если мы говорим вообще об этом пандемийном времени, мы сейчас перейдем, может быть, от общего к частному, учитывая ваш опыт работы или лечения страдающих от алкоголизма. Вот если мы говорим вообще об этом пандемийном времени, что сейчас констатируют медики? Что, естественно, резко выросло количество разных заболеваний, не связанных с ковидом. То есть просто было, как мы знаем, в 2020 году вообще ограничили плановое лечение. В результате очень много онкозаболеваний запущены в форме. Потом вроде бы не ограничили плановое лечение, но людей не выпускали, они тоже не могли получать полноценную помощь. Кто-то боялся вообще выходить из дома. В результате мы видим, что все очень запущено. И медики констатируют, что сейчас больные к ним приходят в таком состоянии, что они даже не знают с чего начать вообще, как браться. Что касается алкоголизма, если такое слово запущено, здесь может идти и речь. Вы тоже с этим столкнулись? Что пандемию и люди, которые вроде бы понимали, что все, они уже, условно говоря, перешли ту грань, что надо срочно что-то делать, тоже не приходили, продолжали, не знаю, пить и вот допивались. Пандемия здесь не является таким определяющим критерием. Потому что, несмотря на пандемию, по статистике мы не поставили, скажем, двукратное увеличение употребления алкоголя. То есть, есть на 100-200 миллилитров за год на человека произошло увеличение. То есть, это не такая катастрофа. Я не могу сказать, что в рамках всего общества мы перешагнули этот рубеж. Но статистика, к сожалению, это как температура по больнице средняя. И это не совсем корректно. То есть, есть категория населения, которая не пьет или почти не пьет. А есть категория населения, которая углубляет саму проблему, выходя уже в совершенно неадекватную форму, как социальную, когда человек теряет работу, теряет социальную активность и выходит в такую более тяжелую, уже личностную дальше деградацию, продолжая употреблять алкоголь. То есть, это, как говорят, истинно конкретно. То есть, это жизнь каждого конкретного человека, который определенным образом проживает. И в пандемии, в том числе. Да, но вот к этому еще вернемся. Вот тоже такой момент, такой весьма экономический, я бы сказал, катастрофический. Но с точки зрения последствий, опять-таки, к тому, что вы говорите, мы помним, что когда алкоголь, ну это уже было довольно давно, в 90-е годы, ограничили вот эту работу магазинов до 22 часов, практически, во-первых, у нас в стране исчезли так называемые круглосуточные магазины, но их практически нет. Одно время там мегаду кови допрактиковало, да, так сказать, но сейчас их нет. И кто-то, мы помним, что звучали предложения вообще ограничить до 9 или до 8, и кто-то уже так с юмором говорил, что, вы знаете, ну если ограничить до 8 или до 9, то мы и хлеб не купим в это время, потому что вот эти маленькие магазинчики, я сейчас про большие торговые центры не говорю, у которых, наоборот, такое, что они могут себе позволить не только зарабатывать за счет алкоголя, да, то маленькие магазинчики, в каждом у нас районе есть такие, да, не будем их называть и рекламировать, то фактически такое ощущение, что они вообще существуют только благодаря вот этого оборота алкоголя. И даже когда в эти магазины заходим, мы видим одна полочка хлеба, ну я так утрирую, да, какие-то молочные продукты, мясные, и самый большой объем вот в этом магазине процентуально занимает алкоголь. Да, и если иногда ты вечером заходишь в такой магазинчик, после работы ты видишь, что остался один сорт хлеба, да, ну, к примеру, белый там или один черный, то алкоголя выбор, не знаю, 50-60 позиций всегда. Да. Я, наверное, на этот вопрос посмотрю с позиции, на которые, наверное, сегодня многие очень боятся так к этому относиться. Значит, какие сейчас есть экономические опасения этого процесса? Я не говорю об алкогольном лобби, там все понятно. Да, это понятно. Я говорю именно об экономике государства. Вот, скажем, за 2019 год официальная статистика на сайте службы государственных доходов, 242 миллиона за 2019 год Латвия получила одного акциза на алкоголь. Да, если говорить о ПВН, плюс налог на прибыль в алкогольных компаниях, то, наверное, плюс-минус где-то около 10% госбюджета алкогольная отрасль дает нашей стране. И есть опасность, что, конечно, если мы сейчас это выключим из экономики, то, ну, 10% дополнительно минуса к нашему бюджету – это катастрофа. Не говоря уже о количестве людей, которые потеряют работу и так далее, и так далее. По-настоящему это не совсем так или совсем не так, потому что деньги имеют свойство в рамках потребительской активности перетекать из одного кармана в другой. То есть, если человек не потратил деньги на алкоголь, это не значит, что он их сложит куда-то в сейф и не будет их тратить. Это значит, что он просто будет это тратить на другое. То есть, и потребительская активность человека, который перестает употреблять алкоголь, она продолжает быть, но тратится на что-то другое. То есть, государство не потеряет в ПВН, скажем, да, или в налогах в рамках активного развития других отраслей. То есть, она просто потеряет на акцизе вот только. Но, опять же, если мы посмотрим развитие этой системы на протяжении 10 лет, то экономическая составляющая роста будет намного выше. То есть, потому что интеллектуальная активность улучшается, потому что интересы у людей будут изменяться. И мы будем видеть уже качественный скачок. То есть, не количественный в деньгах, а качественный скачок в рамках социально-интеллектуальной активности людей. И по-настоящему здесь нужна группа, которая могла бы при семье решать эти вопросы для того, чтобы выбирать правильное направление выхода из этой бездны, где Латвия теряет в ресурсе и в конечном итоге и в деньгах в том числе. Я знаю, что и по семейным обстоятельствам тоже вы часто бываете в Литве. Казалось бы, что там соседняя страна 40 минут уже ты пересекаешь литовскую границу. Вот можно ли сказать, что страны Балтии, хотя я понимаю, что мы в чем-то схожи, но в чем-то очень различны, они вот с точки зрения борьбы или не борьбы с алкоголизмом здесь практически все едино. Или все-таки есть в Литве какие-то нюансы? Вы обращали на это внимание, не обращали? Это тоже такая спекуляция, скажем, до скольки продавать алкоголь. До восьми, до семи, до шести или до десяти. Да, во сколько напиться. Честно, да. Это примерно как борьба с омиконом, да? Да, это ни о чем. В этом аспекте Литва все равно в лидерах потребления алкоголя. Там вторая, третья в мире. Латвия сегодня седьмая. Мы в лидерах, сказать, что чем-то отличается, наверное, вряд ли. Еще раз подчеркну, могут быть только позиционные подходы к решению этой проблемы. И сокращения, они здесь не имеют никакого значения. Да, вот интересно такой вопрос хотел задать. С наступлением жесткого капитализма, ну вот он у нас как наступил в девяностые годы. Сейчас он стал, я не знаю, менее жесткий. Это по-разному можно оценивать. Создалось такое ощущение, и даже, может быть, у Надежды, у противников вот этого алкоголизма, что люди станут меньше пить не потому, что им это надоест, да? А даже вот исходя из боязни потерять работу. Потому что это же мы проводили проваление советским временем, когда, я извиняюсь, как говорили, у него золотые руки. Он, конечно, алкоголик, у него золотые руки. И так человек мог, не знаю, всю жизнь проработать, ну, если здоровья хватало, и продолжать, как повежливо сказать, употреблять. И на работе, и во время работы, и после работы, и до работы, и так далее, да? Сейчас, естественно, наступление вот этого жесткого капитализма, вот этой рыночной экономики, наверное, немного себе предпринимателей могут позволить держать на работе выпивоху или пьяницу, называйте, как хотите. Особенно, если он в таком виде приходит на работу. Это как-то могло или сыграло какую-то свою роль, вот когда люди к вам приходят, ну, фактически за помощью, да? Они уже приходят, потеряв работу, или как раз, наоборот, в надежде ее сохранить? Дело в том, что человек, который страдает алкогольной зависимостью, то есть три основные сферы, на которые это сказывается. Первое – это здоровье. Второе – это работа. То есть, конечно, потери работы очень часто связаны с тем, что человек приходит на работу либо пьяный, либо не приходит на работу, да, и его, конечно, в таком состоянии держать не будут. Даже изменение трудовой активности, скажем, там, в понедельник, да, может уже послужить замечанием и потом увольнением. И это семья. То есть, фактически, это три вещи, которые являются основой полноценной жизни человека. И если одна из этих сфер страдает, то человек не может быть счастливым. То есть, он не может быть внутренним, чувствовать, что да, в его жизни все хорошо. Поэтому это всегда конгломерат. Что является более толкающим звеном, да, возможно, это потенциальное увольнение, возможно, это нежелание, там, одного из членов семьи терпеть дальше, что происходит внутри семьи. Здоровье в этом аспекте тоже имеет фактор, но чаще это не является, ну, такой определяющей составляющей, что человек, там, выпил очень много, понимаешь, что могу уметь. И такое есть, ну, просто процент там поменьше. И да, в этом аспекте нужно сказать, что приходы людей к трезвому образу жизни и потребности в этой трезвости, они обоснованы вот этой тройкой. А сегодня еще и потери работы и возможность не получить эту работу может перевести человеку к проваливанию его в другую социальную группу, то есть стать бездомным. Счета сумасшедшие. Да, часть не заболевает. Да. И потеря работы, это может подставить человека под, причем не только его, а всю семью. Конечно, здесь мало кто знает, но официальная статистика о средней продолжительности жизни бомжа калибрится от полутора до пяти лет. То есть это, в общем-то, потенциальная необходимость рассмотреть этот вопрос не с точки зрения выживания одного человека, а, возможно, выживания всей семьи. И если, опять же, углубиться в тему вот этих социальных групп, то читал исследование, что в большей части люди умирают именно от переохлаждений, от туберкулезов. То есть, в общем-то... Но это все тоже последствия алкоголизма, между прочим, да? Да, но когда человек вываливается в другую социальную группу, где у него нет денег, он находится... То есть он не может обеспечить себе полноценное питание. На дне, практически, да. И не отсутствие самой квартиры создает в нем такое состояние, а именно неполноценность питания и антисанитарные условия для жизни приводят его к заболеваниям, с которым уже организм справиться не может. Да, вот я помню, что в предыдущие наши эфиры в разные годы вы говорили о том, что, ну, чаще всего, я понимаю, что вы статистику не ведете, но, исходя из вашего опыта, приходят люди, и, точнее, не сами они приходят, а их приводит, если так можно сказать, вот семья, которая еще, и, наверное, честь и махвала, они не отвернулись от алкоголика, скажем так, а продолжают бороться и за семью, и за него. Сейчас что-то изменилось? Тоже, в принципе, так сказать, сами люди чаще, реже доходят до вас сами? Сама модель не поменялась, наверное, что-то кардинальное, я не могу сказать, что что-то изменилось. Близкие, друзья, кстати говоря, тоже нередко очень волнуются. Да, да, так и есть, очень волнуются, увидят, что человек гибнет, что не хотят терять друга, да, и понимают, что надо идти на лечение. Но семья, конечно, является одним из самых важных аргументов и двигателей человека, потому что зачастую самому пациенту очень сложно найти в себе ресурс для того, чтобы сделать для себя хоть что-то. Вот когда есть мотиватор, и кто-то за него готов бороться, то это может сподвигнуть к решению. У меня есть даже одна такая знакомая из семьи, где человек вот тоже долгое время пил, в результате, так сказать, все-таки его привели, жена привела его, да, значит, на лечение, он благополучно, скажем так, больше не употребляет. И самое интересное, что вот, когда мы разговариваем, то жена из солидарности, она никогда не злоупотребляла, ну, в компании могла какой-нибудь там бокальчик вина, так она вот с тех пор тоже, сколько уже, ну, несколько лет тоже не пьет из солидарности. И при том, мы когда говорим, слушай, ну, супруг-то работает, его сейчас нет, откуда он знает, ты выпьешь и будешь пить, так, спрашивай просто для интереса, она говорит, не-не-не-не, вот я тоже в этой солидарности, да. Это, наверное, очень хороший показатель, да, когда даже человек, который не страдает алкоголизмом, считает, что раз мужу, потому что мы понимаем, что те, которые решили вот с этим завязать, простите за такое слово, они вообще нисколько не могут уже употреблять. Не в смысле, что вот бокальчик можно или рюмочку, то есть нет совсем, и если в семье тоже проявляет такую следанность, это прямо самый лучший вариант, да? Я вообще за честность позиции. Вот на своей лекции, которую обязательно провожу для пациентов и родственников, не только для того, чтобы объяснить, что такое кодирование, откуда появилась система и откуда столько много спекуляций в рамках сегодняшнего восприятия этой методики, а именно какова причина, что человек заболел алкогольной зависимостью. Я рассматриваю очень подробно влияние алкоголя и что такое алкоголь. Вы генетическую тоже рассматриваете? Ну, там много факторов, конечно. Да, 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 я понимаю, да. И нередко возникают истерики у жен пациентов, которые привели для лечения, скажем, мужа, да? Да. Я слышу, ну как же так, вот это что значит, что я не могу выпить там бокал шампанского на Новый год, то есть вот у моего мужа есть проблемы, вот пусть он и ее. Да, да, я же как. Я говорю, дело не в том, что мы рассматриваем болезнь как верхнюю точку проблемы алкоголя, а дело в том, что я рассматриваю алкоголь как проблему. И тогда, если мы говорим о честности подхода, тогда не вопрос, сколько человек пьет. Вот я часто привожу такой пример, он достаточно спекулятивный, но очень показательный. Я спрашиваю, если к вам приходит ваш близкий друг и говорит, что начал принимать героин, что вы ему скажете? Он говорит, ну да, это очень плохо, там перестань перенимать, это ужасно. А он говорит, нет, 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 ты не волнуйся, со мной все хорошо, я принимаю не стандартную дозу, а я принимаю 10 раз меньше. Что вы скажете своему другу? Он говорит, ну как, ну доза будет увеличиваться, это все равно очень плохо. Я тогда, когда человек уже высказывает вот свое отношение к этому, я говорю, тогда объясните мне, почему мы считаем, что литр водки выпить плохо, а 100 граммов ничего страшного. Ну, вы не чувствуете в этом ложь, в этой позиции. То есть, нужно осознать, что если мы считаем алкоголь, наркотиками... Как и уже ванец, или алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Да, есть честное отношение к этому химическому продукту, он имеет свои свойства. Если человек не заболел алкоголизмом, то это не значит, что эти химические свойства у нас поменялись, они остаются. А нет такого ощущения, я понимаю, что это такой профессиональный больше вопрос, нет такого ощущения, что вы спугнете, если так можно сказать, клиента. Да, вот я так, ну вот, услышит эта женщина, не все же понимающие, да, кто-то скажет, да вы что, что ж теперь на Новый год и на день рождения я теперь не могу и пригубить, только потому, что, так сказать, муж страдал когда-то алкоголизмом, ну, условно говоря. Я же не выстраиваю отношения внутри семьи, я высказываю свое отношение к алкоголю. И предупреждаете, что может быть, да. И я говорю, что, в общем-то, нужно понимать при воспитании детей, что если мы говорим о здоровье как таковой, как таковом, то, ну, нужно честно сказать, что ребенку нет смысла говорить, что вот в малых дозах можно, да, а вот папе нельзя, потому что он болел, а мне в малых дозах можно. Ну, наверное, это такая ложь непонятного имя чего. Да, вот еще такой вопрос, который я хотел задать, что с точки зрения, вот, ну, лечения людей, вот, кодированием, да, не вдаваясь в подробности методики, все-таки у нас такая неспецифическая передача, тем не менее, когда к ним приходят медики, ну, в разных направлениях, я их спрашиваю, ну, вот, когда мы все время слышим прогресс в медицине, невероятный прогресс, вы там ощущаете, не знаю, в своей отрасли, не важно в какой, эндокринология, там, не знаю, хирургия, там, кардиология, там, ну, кто-то больше, кто-то меньше, говорят, что да, там, медицина шагнула вперед. Что касается кодирования, я помню, в свое время вы там рассказывали в общих словах, откуда, вот, об истории и так далее, все-таки очень много лет эта система существует, советских времен. Ну, конечно. Она вообще видоизменилась или все-таки вот здесь ждать какого-то там научного прогресса не стоит и, может быть, и не нужно? Я, наверное, разделил бы на две подтемы этот вопрос. Да. Во-первых, развитие медицины в рамках борьбы с алкогольной зависимостью. И здесь есть статистика, скажем, если мы говорим о, там, лет 50 тому назад, даже больше, то статистика была, ну, 15% это было очень, ну, такой средний показатель. Была статистика по применению препаратов, она имела там от 5 до 15% приблизительно, а так в очень редких случаях доходило до 30, и это уже был вопрос не самого препарата, а скорее больше врача, сколько он вкладывал своей души в конкретного пациента. Если мы говорим сегодня, то на сайте ВОЗ можно найти показатель, там, где-то порядка 30-35%. За счет чего произошло изменение? За счет добавления психотропных препаратов. Они дают определенный, ну, скажем, скачок в эффективности. Но если не углубляться в эту тему так более основательно, то я бы сказал так. К сожалению, на сегодняшний день медицина, это уже с моей точки зрения, не совсем полноценно оценивает это заболевание с точки зрения постановки диагноза. То есть и точную диагностику, если мы берем справочники, то мы не прочитаем. И возникает вопрос, почему медики не описывают это заболевание с точки зрения постановки. Вот 1852 год был определен алкоголизм как болезнь. 1800? Да, то есть 170 лет тому назад. Да. А точного определения мы не имеем до сих пор критериального. И опять же, это такая достаточно странная вещь, что в справочниках, если вы сегодня возьмете по медицине, вы можете прочитать точное определение всего, чего угодно. Ну, не знаю, инфаркт, инсульт, ну что хотите, берите. Алкоголизм, у вас будут расплывчатые понятия, где... Как это актует, как он хочет. Я скажу, вот на что грешит медицина, она грешит на то, что она описывает последствия заболевания. Что это значит? То есть если мы описываем патологии, которые формируются при алкогольной зависимости, то мы не говорим о том, с чего она начинается. А начинается она намного раньше, вот в чем суть. Что на сегодняшний день медицина описывает именно патологические процессы, ну вот как уже постсимптомные. Ну вот еще, может быть, такой последний вопрос задам, буквально Котика. У нас мало времени. Фактически, ну, это квинтэссенция нашего всего разговора. Вот не только это в пандемии. В пандемии, наверное, это проявилось особенно. Только в пандемии иногда вот когда с людьми говоришь, да, и говорю, а что вы, почему там вы так запилили, там у родственников спрашивают. Да, и зачастую выясняется, что действительно такая вещь, не оправдывая никого, но вот такая объективная, что иногда просто люди вне работы, мы сейчас не говорим, что кто-то уже пьет на работе, да, вне работы просто даже не знают, чем заняться. Не только это уход от проблем алкоголизма, да, но и вообще вид досуга, потому что зачастую люди не знают, чем заняться. Ну ладно, в пандемии у нас практически все культурные мероприятия были запрещены. Да, если бы не было интернета, там, может быть, даже люди не больные алкоголизмом бы сошли с ума, да, то, в принципе, иногда нечем заняться, и что самое может быть ужасное или парадоксальное, напиться у нас, даже качественно напиться, я сейчас не говорю про крутку, может достаточно дешево. Можно ли качественно поесть с каждым годом и месяцем, с учетом инфляции, становится все сложнее, да, а вот напиться можно очень дешево. Культурные мероприятия, мы знаем, сколько стоит один билет, так сказать, на концерт, да, там можно так купиться, что уже даже и не встать. Да, я, наверное, сделаю сравнительный такой анализ, вот говорил в начале передачи, что одна бутылка водки стоила приблизительно треть зарплаты. В советское время в середине 50-х приблизительно на одну зарплату можно было купить около 30 бутылок. Уже неплохо, да. А сегодня эта цифра перевалила за сотню очень глубоко. То есть на сегодняшний день алкоголь является самой доступной за всю историю продажи его на нашей территории. Он никогда не был таким доступным. Любой алкоголь все самое интересное. Да, в принципе, если мы говорим об алкогольной продукции, то сегодня он является самым доступным и самым дешевым в проценте заработка, который люди сегодня имеют. То есть даже получается, как это ни ужасно звучит, что даже вот эти рекордно высокие коммунальные платежи все равно позволяют напиться. Наесться вряд ли уже, а вот напиться – да. Мне тут сложно сказать, но да, от этого сама суть не меняется. Алкоголь дешевый, и он очень доступен, очень популяризируемый, очень внешне рекламируемый. Действительно, вы не найдете товара в магазине, который был бы по ассортименту, хоть близко по конкуренции. Да, занимают огромные площади, и маркетологи стараются, чтобы люди употребляли алкоголь все больше и больше. То есть, ну, это факт. Да, ну, спасибо за эту беседу. Я думаю, что нам будет иметь продолжение. Близфольков у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо вам. На одной волне...